Всем привет, на связи Фруктовый Дед и сегодня я покажу вам как делать мощный дрилл бит в FL Studio в 2024 году. Не будем задерживаться ни минутой больше, присаживайтесь поудобнее, помчали! Итак, начнем с партии пианино, а поможет нам в этом upright piano. Это бесплатный VST плагин, ссылку на который я оставлю у себя в телеграм-канале, потому что если вы еще не подписаны, то переходите по ссылочке в описании после того, как посмотрите это видео и скачивайте этот потрясающий плагин. Итак, начнем мы с простейшей мелодии. Мы будем писать сегодня в тональности D-Sharp Minor и наша основная часть будет звучать вот таким образом. И оно будет у нас на повторе. Я здесь немножечко поигрался с Velocity, но единственное что, если оставлять так, как есть, это будет очень-очень дефолтно, очень просто и неинтересно. Поэтому я нажимаю комбинацию клавиш Alt-Y, поворачиваю нашу партию в зеркальном порядке и рендерю ее. Итак, после того, как я ее отрендерил, я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-E для того, чтобы вызвать окно Edison. После этого я нажимаю двойной щелчок на маркер Loop, шлеп, и перетаскиваю вот таким образом, чтобы убрать пустое место, чтобы оно мне не мешалось и не раздражало мои пожилые нервы. Теперь я нажимаю кнопочку Reverse, и теперь мы получаем вот такой вот сэмпл. Вроде бы прикольно, но мы на этом останавливаться не будем. Мы возьмем, нажмем вот здесь вот на две стрелочки эти для того, чтобы растянуть все это дело в два раза. И теперь я обрезаю половинки вот эти, и здесь точно так же первые вот эти вот половиночки надо отрезать, шлеп, шлеп. И теперь я это дело соединяю. Получаем теперь вот такую картину. Вот теперь уже начинает что-то более похожее на дрилл получаться у нас. Теперь мы отправляем это дело на микшер. Здесь у меня Cymatics Memory, это Horus, Thermal, Flux Mini, вот с такой вот штучкой, Magic Dice и еще вот такой дилей. Следующим делом мы обратимся с вами за помощью к плагину Arcade. Сравнительно недавно у них вышла новая библа специально для дрилла, и мы сейчас оттуда подтягаем классные, жирные, смачные, сочные кусочки. Начнем мы с такой вот библиотеки Hide and Layer. И отсюда мы стырим с вами вот такой вот воксик. Очень атмосферный такой классный вокс. Все звучки из аркады я тоже всегда рендерю в аудио сэмпл. Соответственно мы имеем такой кусочек, но вот последнюю, вот эту вот завершающую часть мы не будем здесь, по крайней мере, использовать. Она мне здесь не нравится. И вот такой вот фейдик я сделаю, пожалуй, чтобы оно более плавно у нас заканчивалось. Теперь на третьем и четвертом такте нам нужно добавить что-то еще, потому что у нас получается так, как будто бы вокал что-то у нас спрашивает. И здесь ему должно что-то отвечать. Давайте опять обратимся к плагину Arcade. На этот раз к библиотеке Clouded, и здесь есть вот такое вот пианино. Вот у нас вокал, и теперь... И опять ответ. Вот, и мы получаем такую картину, как я уже и сказал, что вокал у нас как будто бы спрашивает. А вот эти вот высокие ноты пианино, они как бы отвечают нашему вокалу. И получается такой некий диалог на фоне основной нашей вот этой вот мелодии пианино. В данный момент я все еще введу набор битмейкеров к себе в команду. Я ищу только замотивированных ребят, которые хотят расти, обучаться, добиваться чего-то в битмейкинге. Я обучаю их всему, что умею и знаю сам. И в дальнейшем, после обучения, начинаем двигаться по пути развития нашего гэнга, по пути реализации наших битов, по пути работы с артистами. Так что если ты чувствуешь, что тебе не хватает классного окружения единомышленников, знаний, опытного наставника, то по ссылочке в описании есть небольшая анкета, ты можешь ее заполнить. Мы свяжемся с тобой и расскажем тебе, как попасть ко мне в команду. Заполняю анкету прямо сейчас, а мы едем дальше. Теперь, имея такую основу, приступим к созданию драмок. И начнем с контерснейров. Контерснейры проставляются очень просто. Через две нотки. Оп. И теперь вот это вот у нас вот таким вот образом клонируется. И мы получаем вот такую стандартную ритм-партию. Теперь добавим снейры и вернемся к контерснейрам. Снейр у нас будет состоять из двух снейров. Будем сегодня лейрить. Такой снейр, такой снейр. И расставим мы их следующим образом. Так как мы пишем в темпе 150 ударов в минуту сегодня, то я ставлю снейр один сюда, один вот сюда. Третий сюда. Четвертый вот сюда. И также еще вот сюда один. Давайте поставим. Дальше я это дело копирую на второй снейр. И мы имеем вот такую вот картину пока что. И теперь возвращаемся к контерснейрам для того, чтобы сделать их более интересными и разнообразными. Первым делом я предлагаю удалить вот эти вот два контерснейра для того, чтобы сделать некую паузу. Потому что паузы тоже очень важны при создании кача. Теперь вот здесь вот можно поставить вот такого дополнительного друга. Также обязательно играемся с велосити наших контерснейров для того, чтобы делать грув. В противном случае у нас будет просто непонятная тараторка, которая не будет абсолютно качать. Дальше на третьем такте давайте сделаем вот таким вот образом. А на четвертом такте сделаем более наполненный, что ли. Ага, и вот сюда вот два вот таким вот образом. И теперь все это вместе, если мы послушаем, то получается у нас вот такая вот картинка. Так, следующим делом, конечно же, хочется услышать здесь теперь кик. Кик будет звучать и выглядеть у нас вот таким образом. Ну и после кика бросится нам в уши жирнючий 808-й бас. И давайте его, конечно же, пропишем. И ставим сюда слайд. Дальше повторяем. Бам. Па-ба-бам. Бам. Давайте вот так. Бам-бам-бам. И теперь просто слайдами это расставим. Раз. Отсюда. Вернем сюда два. И поднимем сюда. И теперь у нас получится вот так. Теперь я это дело клонирую. И здесь сейчас сделаем разнообразие. Поднимаю вот это на октаву выше. И делаю вот таким вот образом. Пап-пап-пап-пап, чтобы было у нас. Но только сюда хочется, чтобы был такой подъезд. Пап-пап-пап. И для этого мы берем, ставим вот сюда вот, аж на четвертую октаву бас. И на шестую ставим слайд. Такой же длины. И делаю потише. А здесь я хочу, чтобы он, басец наш, поднимался снизу вверх. И поэтому я ставлю на четвертую опять же октаву фа, четвертую октаву фа диез. И поднимаю вот сюда. И получаем. А здесь что-то такое. И здесь такую же длинную. А эту поднимем давайте вот аж сюда. Опа. Так, теперь хочется немножечко добавить акцентов с помощью перкуссий нашим барабаном. Я нашел в тех же библиотеках аркады вот такие два лупа. Значит, вместе они звучат, если это будет каша у нас сейчас. Поэтому давайте сначала вот этот как-нибудь проредим. Здесь вот этот тыдык возьмем сюда. То есть здесь тык один, а здесь тыдык два будет. Так, и теперь что-нибудь сделаем с этим. Короче, я посидел, почикал, порезал, порасставлял эти перкуссии. И получилось вот такой вот получился ритм. В принципе, у нас практически все готово, но не хватает только изюма. Нам поможет вот такой вот потрясающий плагин. Apache Native American Flute. Сами флейты звучат вот так. Вот, собственно, эта партия. Единственное, что я здесь добавил, такую пробежечку. Чтобы получилось. И, короче, давайте посмотрим и послушаем одновременно. Ну, и здесь нотку добавил еще. Теперь, имея вот эту вот всю пачку, мы можем сделать структуру нашего бита. Планируем, насколько видим вообще, все, что у нас есть. И теперь будем удалять или добавлять что-нибудь. В интро я хочу, чтобы у меня было только-только основной пианино и контур-снейры. Перед дропом я удаляю контур-снейры. И я нашел еще вот такой вот звучок. Такой реверснутый какой-то прикольный звук. И он хорошо перемещает нас в дроп. Так, только все сразу карты я открывать не хочу. Поэтому я для начала первые два квадрата удаляю вокал. И вот здесь вот я хочу, чтобы в самом начале не было кика с басом. И тогда это будет звучать вот так. Так, следующая часть у нас идет все то же самое. Только у нас добавляются вокалы. После чего мы переходим на более разреженную часть. А значит, нам надо удалить воксы. Нам надо удалить вот эти вот пианинки. Нам надо удалить дополнительные перкуссии. Флейту, само собой, я тоже удаляю. И вот здесь я хочу удалить басец. Чтобы остался только первый удар баса. И дальше пошли исключительно ударки. Хорошо, первый квадрат у нас прошел. Мы это дело клонируем теперь. И добавляем сюда, конечно же, бас. Плюс я хочу добавить сюда еще вот эту вот пачку. И, конечно же, не забываем вот про этот вот реверснутый сэмпл. Который очень прикольно нас перемещает из части в часть. После чего мы повторяем наш дробчик. Дальше клонируем все просто. И делаем такое вот завершение. Вот, и в целом наш бит готов. Но без эффектов, характерных дрилу. А именно всяких взрывов. Чих, пух. Вот этих вот звуков. Это звучит довольно пусто. И поэтому сейчас мы это все дело исправим. И чтобы не тратить ваше время. Я все это сделал за кадром. И вот, смотрите, сколько всяких эффектов и прочих звуков я здесь понадобавлял. И теперь это станет звучать сейчас намного, намного полнее, интересней и завершенней. Ну а полную версию этого бита вы сможете послушать у меня в телеграм-канале. Либо же в группе ВК по ссылочкам в описании. Также ссылки на все плагины, которые я здесь использовал, я оставлю у себя в телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь и скачивайте эти плагины. Ну а если же вы хотите попасть ко мне в команду и двигаться вместе со мной и единомышленниками по пути к высотам битмейкинга. Заполняйте анкеточку по ссылочке в описании. Мы с вами свяжемся и расскажем вам все подробности. Подробности